В этом видеоролике мы постараемся дать несколько простых рекомендаций по установке подвесного мотора на надувную лодку. Они помогут вам получить наилучший результат как в скорости, так и в удобстве пользования мобильным комплектом. Правила эти простые и применимы к большинству современных лодок. Начнем с того, что подвесной мотор крепится к трансу лодки. Для этого на нем могут быть специальные накладки под струбцину мотора, а также понижение или наоборот поднятие трансовой доски. Важной характеристикой лодки является высота транса в месте установки мотора. Давайте измерим транец нашей лодки рулеткой и выясним кое-что насчет общепринятых мировых стандартов. Итак, перед нами лодка с высотой транса S, что означает стандарт, равная 15 дюймам, либо 381 мм в метрической системе. Следующий размер L 20 дюймов, затем UL или X 25 дюймов и, наконец, 2X, транец высотой 30 дюймов. Почти на всех надувных лодках используется только два размера S и L. Соответственно, подвесные моторы выпускаются под этот международный стандарт и последняя буква в их маркировке – это именно высота транса лодки, под которую они рассчитаны. Также стоит обратить внимание на толщину трансовой доски вместе с накладками. Она не должна быть больше, чем сможет раскрутиться винт струбцины подвесного мотора. При навешивании мотора на транс лодки нужно следить, чтобы он размещался ровно по центру. Иначе можно получить много брызг и снижение скорости. Винты струбцины нужно хорошо затянуть от руки и потом время от времени желательно их подтягивать. Некоторые лодки имеют специальные рымы, которые можно использовать для дополнительной страховки мотора веревкой или стальным тросиком. После того, как навешан и закреплен мотор, можно проверить, насколько правильно размещена его подводная часть. Выше грибного винта на всех моторах находится антикавитационная плита, которая защищает рабочую область винта от подхвата воздуха с поверхности воды. Эта плита должна находиться немного ниже дна лодки, тогда обеспечивается устойчивая работа мотора и достигаются хорошие результаты в скорости и расходе топлива. Но это еще не все. Для достижения наилучших показателей нужно найти оптимальный угол откидки мотора относительно транзолодки. Регулируется он перемещением фиксатора в отверстиях струбцины. В большинстве случаев оптимальные результаты получаются на втором или третьем отверстии от транза. Если откинуть мотор слишком высоко, то лодка будет задирать нос на старте и дельфинировать на ходу. Если же наоборот мотор сильно поджат к транцу, то лодка будет рыть носом воду, теряя скорость и создавая много брызг. Это тоже не лучший вариант. При правильной откидке мотора лодка идет ровно, не дельфинирует, брызг мало и винт на поворотах не подхватывает воздух. Все это достигается опытным путем. Единого рецепта для всех лодок и моторов нет. Также нужно заметить, что большинство современных моторов имеет один или несколько режимов для хождения по мелководью. Это помогает защитить винт от повреждений. Легкие моторы могут поворачиваться на струбцине на 180 градусов, что делает лодку очень маневренной. Это, например, полезно для разъездной лодки тендера. Есть совсем маленькие моторы без реверса. Они вообще могут вращаться вокруг своей оси. Задний ход при этом включается простым разворотом мотора в противоположную движению сторону. На более мощных моделях угол поворота мотора ограничен 90 градусами. Это связано в первую очередь с требованиями безопасности, так как мощный мотор может легко опрокинуть лодку. Установив мотор на лодку, пройдитесь по ровной воде и обратите внимание на кильватор. Он должен быть ровным, симметричным. Если брызг за кормой много, мотор надо поднимать. А если винт подхватывает воздух и срывается в кавитацию, то наоборот опускать. Вот, пожалуй, основные правила, которые помогут вам правильно подружить новую лодку и новый мотор. Не забывайте про спасательные жилеты и удачи вам на воде!